Сегодня на занятиях у нас вы в конце занятий дали газетку, в которой депутат там бывший что ли Подожди-ка, я где-то ее принес Да, или нынешний депутат Это вот эту вот, да? Да, тут заслуженный экономист, директор алтайского филиала Гриценко рассказывает про опыт американского сельского хозяйства Это алтайская правда наша, вот она как выглядит Это газетка за 2007 год 11 января Номер 2 выпуска Это страница вторая А, страница, но тут номера нету Это номер 2 в странице, ну и что? Ну и вот мы сегодня почитали И уже сейчас дома, тоже управляясь, я осмыслил смысл вот этого всего, что он говорит Значит, речь там шла о том, что американцы хорошо делают, у них глобализация ВПК То есть большие собираются такие мега-фермы, которые государство поддержит А мелкие хозяйства, крестьянские по-нашему бы сказать, они наоборот как бы уходят в небытие И моё мнение, то есть я слыхал мнение других людей, что для нас это неприемлемо Почему? Потому что в чём разница между крестьянским хозяйством и фермерским То есть крестьянское хозяйство, к примеру, моя семья Мы можем содержать там 2-3 коровы, вот мы их держим Вот у нас натуральный продукт Фермерское же хозяйство, не беру какие-то отдельные личности Это в основном, как бы не то, что погоня, а тут это бизнес своего рода Тут деньги, вот, поэтому нужно быстрее, быстрее выкормить свиней А, соответственно, быстрее мы можем выкормить только на химии Вот, сегодня позволяет, всё это есть, всякие там реагенты химические добавляют В итоге свинья вырастает или там курица, вот, там за 2 месяца готовая курица Ну, мясо, естественно, оно даже вредное, можно сказать, для человека Кушаешь его на вкус поролон, вот, это понятно, всё там генно-модифицированное Вот, я считаю, что для нас, для российской жизни это неприемлемо Почему? Потому что нам, наоборот, нужно больше мелких крестьянских хозяйств Чтобы каждый держал по своей силе его семья, дети И чтобы всё было натуральное Вот, мы делаем натуральную продукцию, мы её возим в город Соответственно, горожане с удовольствием едят нашу натуральную продукцию И за это платят деньги Вот такой взаимообмен хороший Тут вопрос такой Вот Америка-то пришла постепенно И речь-то идёт о том, что и урожай, и всё, это химия, да Это не скрывается, там что-то исследуется, какие-то нормативы Но люди-то берут, потому что они там 90 почти процентов наполняют продуктами страну И за рубеж гонят Почему люди именно у них-то берут? Потому что мега-корпорации, которые разрушили какие-то даже чуть-чуть поднимающиеся фермы там семейные Ну, так скажем, просто потому, что он, к примеру, продаёт молоко утрированно по 3 рубля А я не могу по 3 рубля продавать, я продаю по 10 Соответственно, у меня никто не берёт А у них по 3 рубля, там, например, разбавленное какое-то Монополию То есть, они создают монополию И, соответственно, всё это уходит Естественно, людям лучше у них покупать за 3 рубля молоко, чем у меня за 10 Ну, у городских, опять же, у кого либо заработок недостаточный, либо просто кто не понимает, что Хотя, хотя, сейчас надо признать, что уже идёт тенденция у городских людей, что они уже наелись этой химией Все, вот сколько я не встречал, уже надоело И все хотят уже натуральную еду Вот Ничего натурального практически в магазинах уже нет От этого болезни все у людей, детишки там и так далее Ну, если они знают, что у тебя натуральное 10 рублей, а у него 3 рубля Они искать не будут за 10 рублей Они будут умирать рано, будут отравляться, ну, а будут брать именно то Не все, не все Если у человека позволяют, либо бывают такие, что он последнюю копейку отдаст, но чтобы поесть нормальную еду или детишкам купить, чтобы поесть нормальную Ну, Стерликов там кирпич хлеба привёз в редакцию, 450 рублей Нет, он для своих друзей может продавать там? Ну, не может Сарбата там Он пока, потому что миллиардер, он грабанул, будь здоров, может, но ты-то этого не можешь Я не могу за 400 продавать, но я могу продавать там, не знаю, ну не за 400, я просто не буду говорить, но я могу продавать Это он там в редакции сидит и предлагает Он может издеваться, смеяться, он людей за лохов считает Ну вот раньше, я имею ввиду до революции, крестьянское хозяйство везде было И кормили страну, и кормили пол Европы и Англию Какие туда бочонки масла, там всё это описано Алтай, там земля и прочая Книга у меня есть такая, подаренный автор, он к нам приходил Вот, ну тогда других-то и не было У них за качество не приходилось бороться Единственное, натуральное Всё это уничтожено, всё, что сказал так Но выход-то какой Ты ничего не сможешь сделать с этим Да, да, у них как поролоновое мясо и прочее Ну а люди будут брать только то, почему оно дешевле Мы смотрим и на внешнее, допустим, обувь или что-то Дешевле, дешевле А если ты пять-десять раз Говорят, что возьми, говорит, дорого, да мило А дёшево, да гнило Но оно возьмёшь, они люди не берут Потому что дешёво это Говорят, давай наценим Наценили, то же самое, не трогая Стали брать Тут тоже, что главное Главное, это работа с народом Доверено тысячу процентов должно быть Что у меня натуральное Люди будут искать С народом никто не работает Рекламу такую ты дать не можешь Да никто не поверит, задушит Выхода я не вижу никакого Просто работы Нет, рекламу никакую не надо Потому что в мировой практике Самый лучший до сих пор остался рекламный способ Это сарафанное радио Самый лучший Я принёс вам, вы попробовали Вы сказали ему Он сказал ещё другому Вот, всё На сегодняшней мировой практике Самый лучший способ И никакой рекламы не надо Ну правильно Там-то речь идёт о государстве Кормят они Речь вот о миллиардах Они вывозят на 80 миллиардов Ну на 40 там разные бананы завозят Которые у них не растут Но вывозят-то люди-то уже то знают Ты туда не повезёшь Потому что этот рынок недоступен А он мне не нужен? Ну не нужен-то в одном месте Но в другом месте он нужен И это никак нельзя переломить Обстановку по-другому Никак Почему? Ну потому что Вот я посмотрел Они добывают там эти Добавляют Ну как они там Нанотехнологии Там что-то добавляется Такое Кукуруза даёт Сто Сентеров Сто И понятно Что есть там невозможно Но другого нет Ну разный ароматизатор И химию ещё добавят И люди будут брать только это Только так Для себя И для самого близкого круга Конечно Всё что сказал Это всё правильно Однако ты вопрос задал мне Как я смотрю на эту статью Положительно я ответил Положительно в том смысле Что Ну иначе Что ты накормишься Речь о миллионах Могут их крестьяне накормить? Нет А могут ли люди пойти к крестьянству? Не могут и не пойдут Крестьянство уничтожено Его нет А только отдельное Вот так вот Которое Чего делает Никто не знает И поэтому на это смотрят Как на ненормально Ты вот селился Тебя сразу куда В дурдом Проверить Нормально ты Ненормально Из города Оставляешь место Чем-то занимался А ведь тут ни выходных Ничего нету Никакой техники Лопата Свой горб Лена Чем-то занимаешь 40 тысяч Вот и все Тут уже ничего нельзя сделать В этом смысле Что все-таки Как-то накормлены люди Они там отдают Могут жить Ну ладно 70 лет там не доживут Допустим 60-65 Но люди живут И сейчас если Прикрыть корпорации Ничего и нету Нет-нет-нет Речь не о том Что прикрыть Просто я говорю Что Ну лично мое мнение То есть В любом случае Все останутся при своем Эту ситуацию нам не переломить Ее никто не будет переломать Зачем Вот Оно и у нас будет Будут создаваться мега корпорации То есть Большие фермы Все естественно А таких как вот Ну пока слава богу не душат И что живем Так Это вопрос А ты пришел-то зачем сейчас Узнать ваше мнение По поводу этой статьи Потому что я вот обдумал И понял что Тут вроде как это восхваляется А на самом деле Что вот их не опыт Я понял что это Ничего хорошего абсолютно Вот Если судить реально Что они там делают Ничего хорошего для людей Они создали Национальную независимость Государство Здесь этого нету И все это завозное У них берут Те же самые отравленные Только платят уже еще В три дорого Согласен Вот японцы у них Именно маленьким Крестьянским хозяйством Государство помогает Рисовый участок Три гектара Четыре гектара Больше нету Они там возятся И они кормят страну Здесь ничего нельзя сделать Положительно в том смысле Что они накормят людей Сегодня везут оттуда Хотя бы создать Национальную безопасность Наличием пусть этих Суррогатов каких-то То что есть Я там был Видел это все Ну слава богу У нас создают Помаленечку Может быть не в таких Больших объемах Ну что-то появляется Именно такие Большие фермы Вот Так а зачем тебе было Знать мое мнение Как я отношусь Я не фермер Ты пришел Специально Сегодня воскресенье После занятий Да потому что Ну вы дали прочитать Эту статью Все процентовки Тут все говорят О том что у них все супер Там 26 миллионов Там 30 миллионов 70 90 процентов Как бы все это Все это здорово Вот Ну Как я на это смотрю Понятно да Они кормят людей Они кормят там Сколько он говорит Валового продукта 50 процентов у них Или этот В смысле экспорта идет Вроде как и неплохо Ну лично для нас Как бы вот Что я могу подчеркнуть Отсюда вот для себя Ты допустим не можешь Я смотрю просто В том плане Как это описано Положительно Значит у нас сейчас Вот какое они есть Перенести на территорию России И оно конечно Намного дешевле И все есть в магазинах Положительно Народ накормлен А вот теперь эти вкрапления Крестьянские хозяйства Кто желает Тогда это берет У тебя Они обязательно найдут Как говоришь Сарапанная радио Друг другу будут передавать Но когда ничего этого нет А то как он и говорит У нас все разрушено У нас ничего нет А крестьянское хозяйство Оно не субсидируется Как должно Ничего нет Там они платят Просто снимают С нефтеперегонных заводов Или чего там Со своих колоний И тогда крестьянству дают Они работают Но это мизерно Они говорят Сколько там 2 процента Это 12 процентов Всего только 12 и 80 Разница-то громадная Конечно И где и сколько работы Остальные-то они их Втягивают в самих себя Ну вот это хорошая модель То есть понятное дело Что безусловно Если бы была здесь Вот такая же модель Вот так они с этим Сельским хозяйством Не занимались душить его И давали свободу крестьянским И пускай это будет дороже Вот это и есть выход Самый-то Но он-то показал Все проценты Которые Пробивают все Понятно, что Кормят полмира Мирового От мирового Валового продукта Там 30-40 процентов Ну А сегодня А Россия создает 1 процент Ну еще сравнивать-то Сравнивать не с чем Какие урожаи Снимают в Израиле В Китае Это все Когда посмотреть То придешь К какому-то рассуждению Что у нас ничего этого нет Нас сравнивать не с кем И потом выбирать Какая модель Лишь бы накормили Кто накормит Затем пойдут А тебе Бог положил это на сердце Корми сам себя Но тебе нужно и продавать Клиентуру иметь Конечно Чтобы они поняли Что твой продукт Он не сравненно выше и лучше А не так Молоко не скисло Значит дрянь И тебе вот Тебе вся реклама И соседу он скажет И другому Никто брать не будет Почему? Оно не скисло А человек не говорит Что они фермер Он не знает Для скисания ничего не надо Его не надо трогать Молоко Не надо Его поставили У нас погреб стоит Достал Сметану снял А уже Она закисла Натуральная Натуральная Все как есть Мы со своего молока Тоже сметану снимаем Да? То есть скисает Все отлично Я на эту статью Смотрю Как положительно Для ознакомления Я сказал Я не повторяю Что надо делать Подражать Химию отравлять Но смысл понятен И ему выгоднее Купить молоко Чем две коровенки В угол где-то ставить Когда у него там 600 телят Это хороший подход Очень хороший Просчитанный То есть у них Вот этому можно поучиться Ну хорошо Вот он берет Допустим Ну первого Много у него Там 10 тысяч гектар Ему зачем Скотина возиться Когда у него Здесь все налажено Сбыт налажен Это другие люди Должны быть Это на разрыв идет А другой рядом Занимается этим Третий занимается Пщеловодством Нам легче обменяться Один шьет обувь Другой одежду Один есть Который шьет Нижнее белье Мне одному Это все делать Лучше Или все-таки Построить так Чтобы на поток шло А на поток Означает особая техника Особая цеха Тем более Вот когда показывают То у них Ну для строительства Сколько ферма Ты тратишь на это На стройку Ты когда купишь Это все А в Китае Там ничего не надо Такие Погодные условия Ничего нет И у нас это На севере холма горы Астраха Ну другое там Место Северное Они тратят Такие Во сколько А может быть Бельшебле Не может Ему надо Это все возвращать Эти кредиты Кредиты А был бы богатый Богатого тоже задушат Никакого богатства Уже не будет У нас ничего нельзя сделать Ну Хорошая изюминка В этой статье То что Мне понравилось Вокруг Говорит Какой-то большой Фермы Вьются Вьются Маленькие Семь То это О чем-то Говорит Говорит Конечно Что там Что там Американцы Ссылаются на Японский опыт Сборки машин Вот они Вот они Собирают машину Ну там семьями Он заботится Он заботится выжить Из людей Все А каким образом Он выжимает Не плетью Он делает То чтобы люди Отдохнули У него специально Льготно Вот этот На Багамские острова А этот На Фалклены Там куда ему Надо поехать На Фареры Вот Я говорю А это что за народ Сейчас А это говорит Привозят К станкам Буквально у них Говорит Видите там рядом Недалеко столики Чтобы никуда не ходили В очереди не стояли В запечатанном виде Ему первое Второе Третье Он взял А сейчас Говорит Закончится Автобусы подгоняют Прямо к цехам И всех рабочих По домам развезли А он Ну стоит Там на остановке Колотится И завтра Идите ему на работу На завод Когда какое время Ну не опоздал На 20 минут Три года ему дали Безделовая Америка Смоленинова Это замминистра Внешней торговли В советское время Книга вышла Она Была очень популярная И здесь точно так же Мы узнали Какой лучший вариант Лучший вариант Конечно сегодня То что они делают Почему результат Количество людей Накормленных Они Весь мир Приобретают этим Самый непродуктивный Способ Какой был Самый непродуктивный Это социалистический Самый продуктивный Рабовладельческий строй Это когда рассматривают Почему Все работают Все знают Вот то что Америка Показывает у них Это есть Рабовладельческий строй А у нас коммунистический Все не мое Пнули Ударили Начинает шевелиться Не мое Я его ничего Не могу сделать Я говорю Ну ты видел Доска оторвалась на крыше Нет А что он будет смотреть Дом то не его Протекает крыша здесь Он как квартиран Живет Советский человек Ну протекает Это понятно Ну сдвинул Другой угол А что он будет заботиться Крыша гниет Не его Я гляжу у меня в бане Там что-то вверху заплеснило Так Володя Ну-ка быстренько Слазьте туда с Никитой Почему я хозяин Баня я ее строил Посмотрели А там Толь завернулась И теперь промокает И там опилки насыпанные Гниют И уже потолок Вот-вот дырка будет Теперь все это сделали Скорее давай сушить Почему хозяин Вот так относится Бог Он хозяин Мы его храм Он заботится Чтобы ни наркотиков Ничего не было Чтобы мы жили В ней 36 лет А сатана Он кто? Он квартирант Он залез Одного убил Перешел в другую комнату Другого человека Задушил Молодой Проституцией Все остальное Вот так корпорация Это я все это отношу Ну умер раньше Ну и что раньше Ну не столь заметно Есть хорошие врачи Они говорят Сиферис легко лечат Раковые болезни Как-то уничтожают А что умирает От сердечного приступа И может быть Это 70% У людей Непонятно от чего Ожирение Ожирение на 86% Америки Излишний вес Называют Ну это известно Надо же это Я спрашиваю А вот эти Которые Нормально питаются Не корпорациями Это был такой Щевелихин Владимир Писатель В советское время И он долгое время Был где-то в Финляндии И говорит Вы не поверите Что я за все время Не видел ни одной Полной женщины Там Почему Афинская стенка Все это Все это тренировки Везде И какую пищу дают Заботиться Там мелкими пермерцами Мелкие Никаких корпораций нету Пища нормальная И даже в Америке Которые живут От адвентистов Седьмого дня Они самые долгожители Почему Стараются Своё хозяйство Свои люди работают Для своих есть Спортзалы Бабки И живут чуть ли на 10 лет Больше среднего Статистического Почему Условия созданы Мы начинать Если говорить Начинаем об этом То Говорить-то надо дальше Я христианин Я не пойду покупать Там где Вот это Вся химия Я даже не прикоснусь К ней И всё Так ешь меньше Я буду покупать Не 3 килограмма А 1 килограмм У такого У которого Настоящая Серьезная Неотравленная пища Вот мы сделали Яблоки Там собирали у вас Ронетки где-то Там черноплодка Она натуральная Испытания Семипалатинского Полигона Атомных Взрывов Закончились То есть Всё это улетело Самое чистое А они что делают Они подкармливают Урожай огромный Я это знаю Но там На генетическом уровне Идёт перестройка Человеческого организма Чтобы всё это И поэтому Самая маленькая болезнь Которая Заползает В того Кто ест Вот эти Продукты Она неизлечима И они умирают Сердце не может Переварить Я был В Сакраменто В Лос-Анджелесе Долго жил И Архиерей Говорит Вот у нас умер Вот только в приходе 70 человек Сердечный приступ Сердечный Ну а чего Сердечный приступ Это нормальная пища Это всё Не живут они 100 лет Этого нет А где-то там Какая-то Нация В Китае Ещё в советское время Писали Почти все живут Больше 100 лет Но определённый закон Определённый Сырую воду не пить Горная река И какой-то там Швейцарец Или кто построил У них больницу За всё время Говорит У него побывало Уже сколько там Лет 20 Только 4 человека В больнице Это Престарелые До 120 Почти лет Живут Почему За этим наблюдают Там кто старейшина Или где-то Какой образ Что главное У них Настойка с абрикосов Настойка Выпаривают Не вино какое-то Абрикос А главный продукт Вода И то что от него Остаются Абрикосы У них почти ничего Нету Там интересно Это Вокруг света Журналы Показал Ездили Смотрели И у них Строго За этим следят Здесь никто Не будет смотреть Что есть То и есть Потому что Хозяина нет Хозяин Ты сейчас Смотришь Только за своим Участком А раньше Было так Он видит А парнишка Прошел Не поздоровался Иди Он отодрал Да родителям Скажет И он никуда Не уехал Он Больше ничего Не знает А сейчас Что лишь бы Выскочить За пределы города И там есть То есть Оно не перспективное Не притягательное У тебя дети растут Будут ли они так возиться Как ты возился Бог его знает Вы вопрос хороший задали Вот от Лены Она говорит Как детей Оставить здесь Да Есть такой В Красноярском крае Он известный В интернете Веселый молочник Его прозвали Джастас Уолтер Или Уокер Как-то Американец С самого детства Вот они приехали сюда И у него козу Он сыр делает Вот И мне понравилось Что он говорит Я хотел Чтобы работа И дети Были рядом И поэтому Я выбрал такую жизнь Вот И именно поэтому Я тоже выбрал Такую жизнь Вот это хорошая мысль Я хочу Чтобы работа И дети мои Были рядом Начинать с духовного Надо Духовно Потому что Все остальное Как сегодня В церкви Потоком идет Ничего Эпитемии нет Нравственность Нулевая будет Как один Только разговор Тогда Тебя ничего не будет Ты приучи его Везде опасность Везде И тебе нужно Держаться там Где-то все исполняется Чтобы он В духовном плане Вот я кончил Десять классов Закончил И меня посылают Учиться Это я не хотел Я хотел Лошадей пасти Мне нравилось И все Но отец Меня выгнал из дома Прям вытолкал Дал тебе 3 рубля Кажется Езжай Поступай Ну вот и поступил Может и к лучшему Вот такие наши дела Духовно Это понятно Конечно Это в первую очередь Дети Надо чтобы Они боялись В этом мире Погибнуть Вот о чем я сегодня говорил Он говорит Я буду В отъезде А в это время Без меня Слово Божие разбирать Я не хочу так А чтобы к вечеру Вернуться Суббота Воскресенье Не работать Никаким дальнобойщиком Быть не хочу А он Минонит Минонит И в Германии Вот это Тяша Фаста Рассказывает Вот это дорого А вот это Надо заложить В ребенка Чтобы он Страшился Этого мира Оказаться в нем А этот мир Сразу ему В ячейку Отведет Будешь Вот эту отраву Вырабатывать А тут рядом Все время Молитва Благодарение Богу Уважение к старшим К родителям Богатым Ты тут не будешь Некоторые у нас приезжали Я думал Я тут Поправлюсь Разбогатею Батюшка говорит Ну ты не голодный был Голодный спать Не ложился А нет Вот это У нас есть Своя картошка Вот они Помидоры Свои Наши ребята Слово богатство Сейчас все Это относительно Поэтому Сейчас просто Время такое Когда можно Даже то что ты ешь Натуральную еду Ты уже богатый Реально Если ты За такую цену Посчитать Если бы ты там Покупал Это очень дорого Ты вот что Завтра уже Звади Скажи Очень и очень Нужно Быстрее привезти Быстрее Потому что у нас Ничего не получается Это не стройка дома Это слива воды Это слива воды И дальше Ничего нельзя сделать Но эти Что привезли Хотя бы мы Разровняли Скажи Время-то нет Но понимаете Что мы не можем Дальше никак От него вагон Тут не зависит Но вы говорили Это в Корчино Есть что-то Нет Да не в это Не зависит Просто я не люблю Неточность Когда там Говорят Пример Вот эти 8 вагонов Придут А 8 вагонов Пришли Там Уехали в Славгород Наши следующие 10 Никакого вранья Нету Просто Вот эти Неточности А так Все Слава Богу Думаю На следующей неделе Спасибо Я отнесся К этой статье Как я тебе сказал Все Спасибо За неимением Другого И нет Замена Алтай Земля Людей Вот этот У нас Приходил Иван Иванович Писатель Это не Твое Это Что ты потерял Это Что Володя Вот это Что Это Моя Твое Спасибо Христос За похищение Спасибо Христос Черноплодку Наелись И остатки Вам принес Черноплодку Все Там Володя Заберет Ну ладно У нас не забывает Давайте Слава Христу